Привет, друзья! Друзья, показываю вам отель Coral C Holiday Resort 5 звезд. Погнали! Так, справа, как только заходим, у нас находится ресепшн и дальше холл отеля. Холл такой, получается, состоит из двух ярусов. Вот спуск по лестнице на первый этаж. Ну, все, в принципе, стандартная египетская мебель. Такая вот интересная, смотрите, сделана египетский мотив, то есть потертая, и не скажешь, что она не новая, либо требует реновации. Вот так они умно придумали, ребят, смотрите, как это все выглядит. И дальше у нас справа идет лобби-бар. И, естественно, в баре туристов отеля встречают приветливые бармены. И сразу, ребят, смотрите, за холлом есть такая терраса. Тоже вот как-то так традиционно в отелях, которые находятся в Напке, у большинства тех, кто уже посмотрел, есть такая красивая терраса, откуда просматривается буквально вся территория отеля. Вот, в том числе и у Coral C Holiday. Да и смотрите, значит, вон, в самом конце мы видим море. Корпуса по периметру окружают центральную часть, среди которой расположена, в принципе, основная инфраструктура и бассейны. Итак, пока мы идем по территории отеля, чтобы показать вам номер, я вам расскажу некоторые нюансы по данному отелю. Первое, значит, расположение. Бухта Наб Бэй, 14 километров от аэропорта, поэтому трансфер может быть быстрым, может быть долгим, в среднем от получаса до часу. Если хотите быстрее, берем такси и едем прямо в отель. Реновация. 2018 год, 2019 год постепенно отель реновирует номера, ну и территорию. В общем, старается следить за своим состоянием. Что по номеру, смотрите, номер я вам покажу, естественно, дальше в этом видео. Сразу тут скажу, что пополняется водичка, каждый день две бутылки. Ну и еще отель сказал нам, что в каждом номере есть халаты и тапочки. По бассейнам. Здесь их немало, но с подогревом в зимний период только один. Как сказали нам в отеле, подогрев начнут включать примерно с 15 ноября и подогревать водичку примерно до 25 градусов. Значит, для взрослых тут есть пара невысоких горок, ну и для маленьких деток тоже есть одна небольшая горка. По концепции. Значит, отель работает на системе ультра all-inclusive, но, ребята, это египетский ультра, поэтому он заканчивается в 24.00 и дальше у нас до утра все платно. И, естественно, все импортные напитки идут за доплату. Вот такой он египетский ультра all-inclusive. По ресторанам. Значит, кроме главного ресторана есть пять а-ля-картов. Ресторан средиземноморской кухни можно один раз посетить бесплатно по предварительной резервации. Wi-Fi есть, дают 1 гигабайт интернета на один номер бесплатно. После этого можно продлить платно примерно от 15 долларов. А вот из приятного так это то, что all-inclusive тут работает за рамками чекина и чекаута, то есть покушать и попить можно бесплатно. По пляжу собираюсь выложить отдельное видео. Качество у него не очень, потому что снимал в сумерках, но должно быть информативным. В общем, ссылка будет в описании к этому видео. Номер категории стандарт. Просторный номер. Ну, все в отличном состоянии, ребята. Плазма. Кровать. О! Такая дробь-кровать в виде раскладушки. Смотрите, как это выглядит. Так. Дальше у нас тут балкон. Значит, с балкона у нас, смотрите, вид на территорию отеля. На активную часть территории. Есть пара стулов, столик. И вот такой вот вид, ребята. Ну, опять, все зависит от того, где расположен номер. Ну, в данном случае мы видим бассейн, видим горки. И вон, друзья, в конце территории видим уже море. Можно сказать, номер с видом на море. Так, и показываю, ребят, санузел. Он очень такой большой, просторный, чуть ли не отдельная комната. Отдельная такая небольшая комната для туалета. Дальше. Здесь отдельная комната. Умывальник, косметика. Есть, но все скромно. Фен. Кстати, ребят, фен. Новый фен, не пылесос. Света нету в душевой кабинке, видимо. Либо не уключено, либо что-то не работает. В общем, нереальных размеров душевая кабинка. Темно, но то, что вижу, все чистенько, аккуратно. То есть, ну, абсолютно нормально. Нету никакого грибка или еще что-то в этом роде. Чайный набор. В номере тоже присутствует. Чайничек, пару чашечек, кофе, чай, сахар. А это вот холодильник. Мини-бар, как бы. Ну что, ребят, смотрите, что вам скажу по данному отелю. Территория мне понравилась, просторная. На территории, в принципе, достаточно уютно и комфортно. То есть, я не ощущал какого-то ветра. Хотя я вижу, вот, по верхушкам пальм ветер здесь есть. А вот, когда вы идете, когда вы возле бассейна, то ветерок, ну, не так ощущается, наверное, чем на пляже. На пляже, ребят, ветер будет ощущаться очень хорошо. Поэтому летом, однозначно, это отличный отель для отдыха. Весна и осень нужно быть аккуратным в зависимости от погодных условий, которые, кстати, никто не может их предвидеть. И, соответственно, ребят, зимой тут, ну, я думаю, не будет, как бы, тепло, скорее всего. В общем, номер, что мы посмотрели, все аккуратно, все чисто, все ухожено. Но все равно, ребят, видно, что номер не самый свежий, который, как бы, я смотрел, ну, в других вообще просто отелях. Это, как бы, ну, в этом ничего такого критического я не увидел. То есть, номер чистый. Раскладушка, конечно, меня поразила ее вид, но такая она есть. Как бы, кроме эстетического вида, ничего в ней такого критического нет. Значит, большая, большая комната. Ну, опять, это был номер с видом на море, то, что мы смотрели. Я думаю, есть номера, конечно, и немного постарее, еще, наверное, постарее, либо, ну, состояние похуже. Ну, опять, это все предположение, как бы, это Египет, это нужно понимать. Поэтому решается вопрос, собственно говоря, пару баксов чаевых на ресепшн, я думаю, решите. Очень порадовало то, что представитель отеля сказал, что здесь all-inclusive они дают с момента прибытия в отель и до момента выезда из отеля туристам. То есть, когда вы еще не заселились в номер, вы еще не получили, вы уже получаете доступ к питанию, к напиткам. Ну, и, соответственно, вы выселились, к примеру, в 12.00, уезжаете из отеля, к примеру, в 18.00. У вас опять доступно питание, у вас доступны напитки. Это нереальный плюс данного отеля. В общем, надеюсь, вам полезно все, что я вам показал, рассказал. Ребят, если вы отдыхали в этом отеле, пожалуйста, напишите в комментариях под этим видео ваше мнение, ваш отзыв, что вам понравилось, что не понравилось. Напишите, когда вы отдыхали, летом, зимой, весной, осенью, как было с погодой. Все напишите в комментариях, я обязательно почитаю. Ну, а если у вас есть вопросы, вы тоже пишите это все в комментариях. Я буду стараться ответить вам, если вас что-то интересует и вы хотите получить какую-то информацию. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Подписаться кнопочка внизу под этим видео. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Смотрите эти видео, и тогда все ваши путешествия будут только с положительными впечатлениями. Пока-пока.